В эфире программа подробностей. Здравствуйте, гость сегодняшней студии, автор рязанских проектов «Океан Солярис. Острова памяти» и «В сторону Тарковского» Ирина Нечаева. Здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Добрый вечер, уважаемые рязанцы. Мы знаем, в понедельник наш город посетил известный композитор Эдуард Артемьев. Расскажите впечатления от работы с ним. Ну, вы знаете, вообще человек необыкновенный. Вот мы говорим, человек-легенда, живая легенда, потому что он, ну, так, относительно, скажем, где-то ровесник Тарковского, ну, плюс-минус там пять лет, это же не очень много, да, ему скоро будет 80, и он прекрасно себя чувствует в замечательной форме, он творит, он полон таких планов творческих, его, притом, и в Голливуде активно ждут, и в России, и симфонические произведения он пишет, и рок-оперу. Вот видите, 28 лет писал «Преступление, наказание», и показал нам на этом вечере небольшой фрагмент и сказал, «Я за каждую ноту в этой опере отвечаю». Человек очень многогранный, очень талантливый, и еще раз вернусь к тому, о чем начала говорить, он живая легенда. Если Тарковский, да, гениальный человек, но это легенда, о которой мы говорим, вспоминаем, и в памяти о нем мы вот делаем проекты. Под Сеню Тарковского у нас два прекрасных просветительских проекта, это «Океан Солярис, острова памяти», вот такое название романтично, это метафорический образ будущего. Но в это будущее мы входим, взяв с собой вот эти вот острова памяти, это те вот эти люди-легенды, которые еще живы, которые приезжают, и чьим наследием мы питаемся, образовываемся. Вот в этом и просветительское начало проекта, образовательное. Мы знаем, Эдуард Артемьев, связан с Рязанью. Раскройте секрет, как? Нет, ну это просто, конечно, фантастика. Я когда впервые услышала, и знаете, он как-то где-то в каких-то интервью, но он вообще человек очень скромный, он вообще не скромный. И он это, так говорит, немножко впроброс, но я вот так вот ухо вытянулась, и думаю, боже мой, как? Какое отношение имеет он к Рязани? Потому что мы, вот как мы говорим, великие рязанцы. Да, вот Андрей Тарковский, который 11 лет жил в Рязани, но мы его уже причисляем к такому лику великих рязанцев, так же, как и Солженицына, который тоже 11 лет жил в Рязани. То есть есть люди, которые родились в Рязани, как Сергей Есень, академик Павлов. А есть люди, которые сюда попали когда-то, и вот сердцем остались преданные нашим местам. Вот так и Артемьев. Получилось, что он родился в Новосибирске, а папа у него был такой химик-технолог, которую партия, это же в те времена были где-то там 45-й год, его партийное, так сказать, руководство направило в Рязань. Здесь строить мясокомбинат. Вот так получилось. И ему, он еще был маленький, но его уже отправили учиться в хоровое училище в Москву. А сюда, а он приезжал в каждые каникулы, летом, зимой, там осенью. И с мамой они ездили в Солочи, летом снимали так домик, как и сейчас многие родители детей возят в Солочи, на лето отдыхают, рассказывают им все вот это краеведение все рязанское. Он прекрасно знает, и в общении с ним, ну, я не знаю, ну, как человек коренной рязанец. Он помнит Ряжск хорошо, он помнит Сасова, он помнит Спасклепики. Ну, в общем, какую точку не возьми Рязань, он везде с отцом был. Он даже помнит живую маму Есенина. Вы представляете, это вообще такие вещи рассказывает. Ну и вот, и получилось так, что перед тем, как пригласить его сюда, к нам, мы договорились, что мы приедем к нему домой и сделаем с ним небольшое интервью. Чтобы на концерте с этого интервью начать, где он говорит такие слова. У нас прям начинался, у нас шла заставка, Кен Солярис, Острова памяти, потом сразу он крупным планом. А представляете, это кинотеатр, это никак. Я просто заранее подумала, что если он выйдет на сцену, и у него достаточно тихий голос, и это может пропасть, вот этот эффект ударный. А когда на огромном экране его лицо, крупный план, и когда он говорит, с какой-то такой болью немножко, когда он говорит, что я везде говорю, что я рязанец, но Рязань не сразу признала меня. Вот понимаете, вот одно дело, мы ищем какие-то великие имена, чтобы ими гордились наши дети, студенты. Вообще мы гордились. А тут это великое имя само идет и говорит, я ваш, я ваш, возьмите меня свой. И вот так потихонечку у нас с ним вот это родилось интервью. И встреча с Эдуардом Артемиевым дала старт фестивалю. Да, это просветительский проект, мы его называем интеллектуальный, культурный, духовный. Ну там, в общем, много вот этих всех составляющих. И это, то есть просветительское начало и действие его в тех мастер-классах, которые мы подразумеваем, в том числе вот и его приезд. Это тоже большое образовательное просветительское начало для всех. Вот. Но это еще и творческий конкурс, это интернет-конкурс. Условия, его положение, значит, жюри, там тема, номинации. Все можно узнать на сайте 7.info. Можно туда зайти, и вот уже третий год мы с этим сайтом работаем, люди могут все там прочитать. Потом там же и вывешиваются работы, можно посмотреть работы разных лет. У нас 4 номинации. Композиторское искусство, фото-видео, ну это как бы режиссура кино, изобразительное искусство и литература. Это там совершенно все может быть поэзия, проза и так далее. То есть это 4 направления творческих, по которым когда-то двигался сам Андрей Арсеньевич Тарковский. Он никогда не говорил про себя узко, вот я режиссер кино. Он, так сказать, вот двигался туда в сторону кино, но не забывал о литературе, он очень много писал. И если сейчас издать все его вот эти литературные записи, которые разбросаны, есть в дневниках во всяких, это может быть там на 8, на 10 томов, представляете? Он великолепно рисовал. У нас даже в Мясном, вот где его дом, там есть этюд, написанный маслом в картине «Сталкер». Вот как раз про музей. Расскажите, как он сейчас поживает? Ну вот благодаря правительству Рязанской области и особенно, я бы хотела сказать, большое спасибо вице-губернатору Сергею Владимировичу Филимонову за его такую заботу о проекте, опеку лично. И сейчас там сделали уже охранную зону, достопримечательное место. То есть там ничего нельзя строить уже, там никакой человек не приедет и вот так запросто не нарушит вот тот вот ландшафт потрясающий, который там есть. Потому что это заповедные места. И какие они были во времена Тарковского в 70-х годах, то есть там была трава по поясу и вот это вот бесконечное одиночество, вот эти вселенские какие-то просторы. Хотелось бы, чтобы все осталось так, как было при Тарковском. Когда я сейчас готовилась к интервью, я видела, по-моему, даже на Семьинфо, что музей Тарковского может стать интерактивным. Это уже введено, да, и он уже интерактивный. Ну это все, понимаете, это все вот такие мечты, которые нам хочется воплотить. Я думаю, что мы все воплотим, потому что, еще раз повторюсь, благодаря правительству и вот этому очень внимательному отношению, очень внимательному к этому проекту, потому что вообще он сам по себе такой хрупкий очень. Когда мы начинали его делать, то вот Сергей Владимирович сказал, что нам, мы в это будем очень серьезно вкладываться, нам нужна такая гуманитарная поддержка, чтобы люди помнили о том, кто такой Тарковский, что это такое, имя его, чтобы его фильмы показывали, чтобы в честь его проводились какие-то конкурсы, симпозиумы, фестивали и так далее. Для тех людей, которые, может быть, когда-то станут композиторами, писателями и так далее, вот мы через вот эти мастер-классы можем оказать какое-то внимание, какую-то поддержку такую творческую. Это очень интересно. Как к вам пришла идея создания такого проекта, как «Океан Солярис»? Ну вот я немножко уже начала говорить о том, что нужны были такие гуманитарные проекты вокруг имени Тарковского, да? И первый был у нас, он назывался «В сторону Тарковского». Он стартовал в 80-летие Андрея Арсеньевича. Это было в 2012 году. И вначале мы хотели, чтобы все было только в поселке Мясной. То есть все будет сосредоточено там, туда будут приезжать именитые люди великие, которые еще когда-то были знакомы с ним, или люди, которые, например, более-менее молодые, но какой-то продолжают вот эту линию серьезного кино, интеллектуального, философского, духовного, да? Вот. И мы думали делать там мастер-классы с привлечением, ну, может быть, так скажу, какой-то элиты и среди молодежи, это в ГИКовские студенты, да? Но потом я поняла, что, конечно, так как хочется патриотический проект сделать, чтобы наши люди росли, да? Вот вы ездите в Москву, учитесь, повышаете свое мастерство правильное. И также, но вы учитесь на журналиста, а у нас, может быть, даже посложнее где-то это писатель. Ну, знаете, это вот первичное творчество. А этому негде учиться, ну, по крайней мере, в Рязани точно, да? И поэтому, ну, то есть какие-то крупицы, там, музыкальное училище, это замечательно, институт культуры, там, что-то, художественные школы у нас есть. Но это вот такой первый этап, а чтобы идти дальше, расти, чтобы поступить во ВГИК, или в Литературный институт имени Горького, или в консерваторию, надо же тоже вот какую-то иметь такую поддержку творческую, да, каких-то мастеров. И вот, продумывая все это, пришло решение сделать конкурс, благодаря которому из вот этих рязанских одаренных детей, там, подростков, студентов, молодежи, мы будем создавать команду, которая поедет в конце августа в поселок Место и примет участие вместе со студентами ВГИКа, там, ну, разными, элитными студентами. И в одной команде они будут слушать этих мастеров, будут какие-то делать и кинофильмы там небольшие, вот за то время, за те три дня, какие они могут находиться в поселке Мясной. Спасибо вам за беседу. Я напоминаю телезрителям, что мы обсуждали фестиваль «Океан Солярис. Острова памяти», который стартовал уже в этот понедельник. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова